По большому счету карта это вторичная история. Основное то, что мы сделали, это информационная система, которая взаимодействует с другими системами государственными. Это один из многих проектов, которые реализует наше министерство. Реализуется он в рамках вот той пресловутой цифровой трансформации, о которой сейчас все говорят из каждого утяга. Если говорить о целях этой цифровой трансформации, она основная – это максимизировать удобство, упростить жизнь и взаимодействие граждан, в том числе и с государством. Сердце этого проекта – это та информационная система государственная, которая создана. Цель этой информационной системы – взаимодействие с теми данными, которые имеются у государства для того, чтобы граждане могли без каких-то усилий получать услуги, обслуживание в органах власти, не используя документы или не рассказывая о том, что они имеют какую-то работу или не имеют. То есть, упростить вот этот быт. Карта – это следствие, это инструмент, это тот, такое сложное слово, идентификатор, который позволяет получить доступ к этим данным. Возможности карты, которые будут при старте проекта доступны гражданам. Это транспортное приложение. С нашими перевозчиками сейчас ведется работа, и мы планируем создать удобные проездные билеты для разных категорий граждан. То есть, система гибкая. Здесь это желание перевозчиков и потребность граждан. Она определит то, каким будет этот сервис. Электронная цифровая подпись. Для определенных категорий граждан она уже привычна. Это удобство для непосредственно тех, кто пользуется этой электронной подписью. Это удобство для граждан. Конкретный пример. Возможно, будет подписать электронный рецепт на медикаменты. Этот рецепт будет передан автоматически в систему, которая обслуживает наши аптеки. Человек приходит в аптеку и получает, предъявив эту карту или приложив ее к терминалу привычному банковскому, например, эти лекарства за бесплатно. Почему? Потому что выдача их, по закону, ему положено бесплатно. Автоматически формируются отчеты о выдаче лекарств, что удобно для госслужащих, потому что не нужно эту работу проводить. А человеку минимум документов, он с собой ничего не берет, только карту жителю. Очень удобно. Также эта карта возможно использовать в системах контроля учета доступа, так называемых СКУД. Она открывает двери. Вот у нас в министерстве в ближайшие дни эта система тоже заработает. Это пропуск на работу. Фотографию, различные идентификаторы с МФЦ сейчас тестируются. Там карта будет использоваться для того, чтобы ускорить обслуживание клиентов. Когда вы приходите и берете талончик в очередь, приложив карту к привычному терминалу и дождавшись своей очереди, подойдя, ваши документы уже будут заполнены. Вам останется пока по закону предъявить паспорт и проверить, все ли данные внесены в документы верно. Поставить подпись. Это удобство для оператора, который вас обслуживает, потому что он руками ничего не делает. Это удобство для вас, потому что время вашего обслуживания сокращается кратно. Проект настолько гибкий, что его можно развивать бесконечно. Сложности, вот я здесь уже про перспективы скажу, прежде всего с чем? Большое количество участников. Разный уровень желания или нежелания участвовать в этом проекте. Для того, чтобы какой-то сервис появился на карте, помимо технической реализации, необходимо изменить большое количество законов. Потому что порой какая-то справка фигурирует в разных уровнях, в региональных законах, в федеральном законодательстве. И чтобы появилось право не только бумажного документа использования в обслуживании, а еще и электронного, либо дистанционного формата обслуживания, нужно эти законы поменять. А это, согласно законодательству, порой занимает несколько месяцев, а то и года. Так как проект предполагается очень массовым, ошибки исключены совершенно. Поэтому по нашим планам до 1 апреля мы будем тестировать, будем подробно рассказывать о тех тестах, которые проходят каждую функциональность, исправлять ошибки. Ну и планируем, что где-то с середины весны проект начнет массово и станет доступным всем гражданам и гостям, в том числе и Оренбургской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова